МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы слушаете Вести Магнитогорск на МАЙКе в студии Антон Грабарев. В Челябинской области за сутки выявлено 310 человек с положительным тестом на COVID-19. Скончались 15 человек. В общей сложности в регионе с начала пандемии коронавирусом заболели 31 789 человек. По данным оперативного штаба по Магнитогорску, в городе за сутки заболели 45 человек. С начала пандемии в городе подтверждено 4339 случаев COVID-19. Из них 2435 пациентов выздоровели. Губернатор Алексей Текслер вручил государственные награды специалистам сферы здравоохранения Челябинской области. За вклад в борьбу с COVID-19, самоотверженность и высокий профессионализм, проявленный при исполнении врачебного долга, почетной грамотой президента Российской Федерации Владимира Путина награждены и 9 магнитогорцев. Награды, знак признания и огромные благодарности за тот каждодневный подвиг, который совершаете вы и ваши коллеги ради жизни и здоровья южноуральцев. Большинство из вас постоянно работает в опасной красной зоне, рискует собой, проявляют настоящее мужество и лучшие профессиональные качества. Каждый из присутствующих здесь заслуживает особых сердечных слов благодарности от каждого жителя Челябинской области. Мы восхищаемся и гордимся вашим талантом, мужеством, силой духом. Вы вносите неоценимый вклад в нашу общую борьбу с пандемией. Без вас, вашей самоотверженности, победить коронавирус невозможно. Мы все очень ценим каждого из вас, ваших коллег и соратников, отметил Алексей Текслер. Глава города Сергей Берников провел совещание, в ходе которого в том числе обсудили вопросы, которые касаются ситуации, сложившейся с жилым домом на улице Гагарина, 10. У жителей есть претензии к качеству выполненных ремонтных работ. Как рассказал генеральный директор фонда региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Челябинской области Вадим Борисов, договор с недобросовестным подрядчиком будет расторгнут. В ближайшее время региональный оператор наймет новых специалистов для устранения проблем. Замечания, которые возникли у жильцов к региональному оператору, будут устранены. Выясняются причины и разрабатываются все возможные механизмы решения проблем. Работы продолжаются и находятся на контроле регоператора, отметил глава города Сергей Берников. В Челябинской области пройдет тотальная проверка домов престарелых. Такое поручение губернатор Челябинской области Алексей Текслер дал после трагедии в Башкортостане, где во время пожара погибли 11 постояльцев частного интерната. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер сразу дал поручение провести проверку тех интернатов, которые функционируют на территории нашего региона. Проверка будет проходить с привлечением надзорных органов. «Мы сейчас начинаем эту работу», – рассказала Первому областному информагентству министра социальных отношений Челябинской области Ирина Буторина. Напомню, частный пансионат в Башкирском селе Ишбулдина загорелся в ночь на 15 декабря. Одноэтажное деревянное здание было охвачено пламенем за считанные минуты. Сиделка успела вывести на улицу несколько человек, но 11 постояльцев спасти не удалось. Люди погибли. Ученым Челябинской области выдадут гранты на проведение фундаментальных исследований. По итогам конкурса отобрали 100 научных проектов, на реализацию каждого из которых направят по миллион рублей. Расходы на поддержку исследователей взяли на себя бюджет Челябинской области и Российский фонд фундаментальных исследований. Организаторы конкурса принимали заявки от авторов научных проектов в области химии, физики, математики, информационных технологий, медицины, агроинженерии, экологии, общественных и политических наук. В конкурсе поучаствовали 250 южноуральских ученых. Наибольшее число победителей у Южноуральского государственного университета – 55 проектов. Немногим меньше у Челябинского государственного университета – 31 проект. Три проекта принадлежат ученым из Магнитогорского государственного технического университета имени Носова. Школьники Челябинской области уйдут на новогодние каникулы с 28 декабря. Речи о введении в регионе локдауна пока не идет, сказал губернатор Алексей Текслер в интервью каналу «Россия-24». «Единственное, что мы сейчас сделаем, это с 28 числа чуть пораньше начнем новогодние каникулы. Получится как раз две недели каникул. Для школьников это будет позитивно. В целом, все оценки в завершении школьного года выставят 25 числа», – сказал в частности Алексей Текслер. «Напомним, в Челябинской области в начале учебного года не вводилось дистанционное образование для школьников. Они учатся в обычном режиме. Мы не планируем вводить в регионе локдаун. Наша основная задача сейчас – фокусироваться на соблюдении правил, которые сегодня есть», – отметил Алексей Текслер. И о погоде. Сегодня ночью в Магнитогорске синоптики обещают 11 градусов мороза. Завтра днем еще теплее – минус 5-7 градусов. Ветер юго-западный – 4,7 метра в секунду. Атмосферное давление – 724 миллиметра артутного столба. С вами была программа «200 Магнитогорск». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok